Добрый день! Добрый вечер, уважаемые телезрители! Мы рады вновь приветствовать вас в телекафе «Вечерний Витязь». Всем тоже говорю добрый вечер и приветствую тебя. Добрый вечер, Ваня. Весна пришла. С недавних пор ты снова полюбил велосипеды. Ну, это ты говоришь. Ну, разве нет? Ну, наверное, нет. Вот. И смотри, я знаю, что у тебя своего личного велика нету. Ты как-то брал? Меня выручали, скажем так. Да, тебя выручали электровелосипедом. Но сегодня будет возможность у тебя задать вопросы людям, которые в этом очень грамотно и четко разбираются, которые могут рассказать, подсказать, подобрать, что тебе нужно. Вот. Ну и помимо этого еще узнаем, какие у нас веломаршруты в Белоруссии есть, в частности Брасловский район, и что у нас планируется по велодорожкам. То есть даже так будет зайдем? Даже так, да. Ну, хорошо. У нас ожидается сегодня такой веловечер. Да. Пока нет, пока только обсуждаем и планируем, но это тоже неотъемлемая часть любых поездок, все спланировать, все обсудить, к всему подготовиться. Но перед тем, как перейдем к разговору, я должен рассказать еще нашим зрителям о том, что у нас есть партнер у Вечернего Витебска. Это сок Круто-Круто. Сок натуральный от Толочинского консервного завода. Его изготавливают из яблогруш, ягод, выращенных в собственном саду. Сок прямого отжима, асептически упакованный, стерилизованный, натуральный, вкусный и очень крутой. Можно найти на полках магазинов. Вот сегодня мой любимый виноград и яблочек. Яблоко-виноград. Отлично. А мы будем начинать. Друзья, сегодня у нас в гостях веломагазин Велосити. Его директор Ольга Петровская и Андрей Петровский. Он же продавец и, по сути, главный человек в этом магазине. Ольга, расскажите, пожалуйста, про магазин Велосити. Он находится в торговом центре Беларусь. Мы находимся в торговом центре Беларусь на цокольном этаже. Это самый нижний этаж, павильон 59. Работаем с 10 до 7 каждый день, без выходных. Его можно легко найти. По приятному для меня очень запаху резины. А я думал, павильницы у людей, которые идут с велосипедами. Там еще велосипеды стоят возле павильона. Очень красиво, невозможно пройти мимо. Но вы очень давно на рынке. Сказать, что вы новички, только пришли, не скажешь абсолютно. Мы в нашем городе уже больше 10 лет, если быть точными, 13 лет мы торгуем велосипедами и приглашаем всех жителей города к нам за покупками. Но за это время, я так понимаю, вы, наверное, уже столкнулись со всеми видами велосипедов, которые только возможны. То есть перепробовали, наверное, все, и сейчас ассортимент, он, не знаю, максимально широкий, или вы оставили только то, что все-таки пользуется спросом у нас? Нет, естественно, есть велосипеды для детей, это детские велосипеды, подростковые, женские, игорные для мужчин, для дачи. Ну, кстати, да, для некоторых дачи игорные сейчас подойдут. У нас есть все велосипеды. Ну, вот хорошо, если женские, детские, опять же, велосипеды выбирать. Ну, вот смотрите, у нас есть два представителя здесь, да? Это детские, стоит, как вот за кадром уже Андрей называл его Бентли. Детские велосипеды для самого изощренного покупателя. Они предоставлены в алюминиевой раме, в магниевой раме, на дисковых тормозах, с регулировками разными. Также в нашем магазине предоставлен белорусского бренда, Минского мотовелозавода, велосипед Аист. Ну, это дорожный класс, да? Да, дорожный велосипед. Немножко о истории велосипеда Аист. Основан 6 ноября 1945 года. Вот. И с конвейера в 1950 году сошли первые велосипеды Аисты, которые известны практически во всем мире. И они ценятся до сегодняшнего дня. Также есть горные велосипеды Аисты под брендом Крэкен, предоставленные в нашем магазине. Слушайте, а вот этот, который мы видим здесь сейчас, он такой под ретро немножко, да, стилизация? Ретро, да. Ретро-дорожные велосипеды. Ну, мне вот представляется отсюда, Ваня, не знаю, как тебе... Какой-то багет, да? Багет. Видите, как, не знаю, багет, там, не знаю, какой-то салат, там, какие-то овощи. Цветочки. Вот. Ольге видится там цветочки. Ну, всегда возникает вопрос, когда приходишь в магазин, и в этом не специалист, да, глаза разбегаются, и ты не очень понимаешь вообще, какой тебе нужен, потому что, ну, разный ценовой диапазон, да, всегда. Хотя у вас бюджетный, да, класс. Это бюджетный вариант, и мы очень лояльны в ценовой политике, ведь мы отличаемся от многих магазинов нашего города, и у нас есть все виды рассрочек. То есть, ну, смотрите, вот бюджетный, то есть к вам может человек прийти неизощренный, какой-то велоспортсмен, и вы можете дать подробную консультацию, то есть, ну, вот, Ваня, давай, ты приходишь в магазин. Говорю, здравствуйте. Мне нужен велосипед для того, чтобы ездить по городу, иногда, наверное, выезжать за город. Ну, в общем, вот такие у меня пожелания. Что вы спросите у Ивана, там, ну, посмотрите, рост, вес, не знаю, как... Подберем по размеру колеса, по размеру рамы, по весу, вот, подберем для каждого клиента... По моему весу, да? Конечно. Ну, и по цене тоже. И по цене тоже для вас подберем. Прекрасный велосипед. Так, ну, хорошо. Допустим, вот, у меня... Можем тест-драйв вам провести. Вот. О, так, значит, я смогу на нем прокатиться, да? По торговому центру, там, или... Ну, нет, постоянно. Ну, можно залог какой-то там, наверное, ставить. Я вас умоляю, не обязательно. Вот, хорошо. Значит, небольшой тест-драйв. Отрегулируем, и вы можете покататься и понять, подходит он вам, или же вы хотите что-то другое. Вообще, вот на что я должен буду обратить внимание, чтобы понять, что он мне подходит. Потому что, когда мы ездили на велосипеде такое продолжительное количество времени, я по разным ощущениям в организме, мышцам, суставам и так далее, я понимал, что что-то мне подходит, что-то нет. Вот на что я должен обращать внимание. Вы должны понимать, в первую очередь, для чего вы его покупаете, для какого стиля езды. То есть, есть дорожные, более раскрепощенные, для отдыха есть, более горные, которые вы хотите в лесу покататься, более агрессивная езда. Поэтому, с учетом всех характеристик, параметров, вы должны подойти к этому вопросу и подобрать себе велосипед. Ну, как там, размер сидения мне надо? Размер рамы имеет очень большое значение. Если рама будет подобрана неправильно, вам будет комфортно, нагрузка на спину. Ну, то есть, может спина болеть, как вот там, помнишь, когда мы катались, могут руки забиваться, да? То есть, это все нужно учитывать. И регулировку вы тоже делаете индивидуально. Обязательно, предпродажная подготовка. То есть, вы сели и поехали. Про расстрочку Ольга уже упомянула. О, да, это мой случай. А это очень актуально. Очень актуально. Не то, что сейчас, а в принципе всегда, потому что, ну, скажем так, это не просто выскочил в магазин, это серьезная покупка. Ну, для кого-то, как покупка автомобиля или какой-то бытовой техники серьезной, потому что тоже все равно вложения нужны. Покупайте сегодня, платите завтра. Как интересно. Раз, ну, не на два дня, а рассрочка. Я вот это, такие тоже, знаете, нагло. Все виды рассрочек у нас есть. Это самая простая рассрочка. Действуют все виды карт рассрочек. Второй вид, это банковская рассрочка. Она оформляется на месте у нас в магазине. Никуда бегать в банк не нужно, все на месте. Нужен только паспорт, ну, и официальное трудоустройство. Сотрудничаем с многими банками. Сейчас, конечно, акцент банки делают на белорусского производителя. Ну, есть варианты рассрочек и для других марок велосипедов тоже. Ну, раньше у нас была своя рассрочка. Сейчас она временно приостановлена. Приостановлена, ну, надеюсь, в ближайшем времени будет действовать рассрочка от нашего магазина. Ну, вот, чтобы Ваня больше не пугался, что не на два дня. Насколько рассрочек? Ну, карт рассрочек там свои, да, условия. Ну, просто есть, значит, на три месяца. Да, рассрочка получается от трех месяцев, ну, в принципе, можно до года. Но в основном все берут на шесть месяцев. На три месяца будет рассрочка полностью без переплаты. Такая же цена, как вы видите на ценнике. На шесть месяцев переплата будет, ну, порядка 30 рублей с велосипеда, что в наше время, я считаю, это очень замечательно. А ну, вот, предположим, я купил велосипед, еду, счастливый. А какого цвета выбрал, Ваня? Конечно, какой? Ну, черный, я черный люблю. Ну, белый тоже, кстати, красивый. Черных у нас очень много. Ну, это стиль. Вот я еду, и совершенно ни о чем не подозреваю, и вижу, как какая-то гаечка у меня куда-то в сторону покатилась. И понимаю, что что-то у меня, наверное, в нем сломалось. Тормозивание. А он совсем новый. В плане гарантийного обслуживания, как устроена работа? Обязательно без этого никуда. То есть, ну, вот, у меня что-то сломалось, я приношу или все-таки доезжаю как-то до вас, да? У нас есть гарантийный, после гарантийный ремонт обслуживания. Если вы даже где-то рядом проезжаете, что-то у вас сломалось, или еще что-то, можете заехать бесплатно, отремонтировать, подкачать. Это пока велосипед на гарантии. На гарантия сколько? Гарантия год. Гарантия год. Ну, в любом случае, своих покупателей мы не бросаем. То есть, если вы обратитесь, когда уже больше года прошло. Хорошо, но я, опять же, в этом деле, ну, я не новичок, но... Ну, был такой длительный перерыв. Ну, был очень длительный перерыв. Очень длительный перерыв. И когда-то я еще своими руками мог все починить, там что-то поменять, и цепь, и еще что-то. Но там все было просто тогда, наверное. Ну, на том велосипеде все было очень просто. Сейчас, когда там сколько этих звездочек, передач, я уже, в принципе, уже теряюсь. И я считаю, что профессионалы должны заниматься своим делом, а я просто получаю удовольствие от процесса. Если мне нужно что-то отремонтировать, это, естественно, уже не гарантийный случай. Можно ли, опять же, обращаться к вам? Сколько это займет времени? Комплектующие тоже есть ли у вас на те велосипеды, которые вы продаете? Или вот как происходит это? Практически все запасные части, комплектующие есть в наличии. Можно приехать, оставить велосипед. Если несложный ремонт, буквально полчаса, и вы дальше поедете. Если занимает время, на следующий день вы заберете. То есть, ну, вот сейчас весна, да, начинается велосезон, уже потихонечку начинают кататься. Но, ну, это мое личное мнение, что, как и машину, нужно все равно раз в год проходить техосмотр, так называемый, и отдавать специалистам, чтобы его подготовили все-таки к велосезону. На что нужно, вот к вам приехали люди. Ну, я вот приду, да, к вам, и пригоню свой велосипед, и скажу, Андрей, он у меня отстоял зиму. Ну, мой дружок железный, что вы с ним будете делать? Что нужно делать? Обязательно, обязательно перед велосезоном надо загнать его. Специалистам для технического обслуживания велосипеда. Вот, технически обслужили, мастер знает, что делать, как делать. Вот, обслужили, вам на сезон, скажем так, хватит кататься. То есть там нужно что, наверное, проверить в первую очередь, может быть, тормоза обязательно. Первую очередь, тормоза проверяем, давление в шинах проверяем, накачиваем, цепи, звездочки. Цепь смазать, да? Обязательно. А вот еще я знаю, что некоторые как-то там раз в год перебирают вот часть, вилку, но особенно когда... Ну, если это требуют, то перебрать вилку. Есть велосипеды, которые там без амортизатора, вот, поэтому там не требуют вилку перебирать. Ремонт осуществляем. Тоже с этим можно без проблем обращаться и подъезжать. И если что-то вдруг в дороге где-то недалеко, например, случилось, там пробили колесо или еще что-то... Пожалуйста, приезжайте вилку. Пробивайте на здоровье, мы поможем. Ну, вот про рассрочку, как это говорили, сказали, рассрочка очень много сейчас на белорусского производителя, да? Да, но вот Андрей уже немножко рассказал из истории Аиста. Ну, может быть, есть какое-то опасение, да, когда сейчас выбор огромный, уже есть различные бренды, которые мелькают везде на улицах, в том числе начиная уже с детских. И как-то не так часто видишь тот же Аист и, как еще вы говорили, который... Крэкин. Крэкин. Ну, там же оборудование тоже стоит современное. Все современное. То есть развенчается миф, что, ну, не страшно брать абсолютно. Оборудование точно такое же стоит, как и на дорогих брендовых велосипедах. Шимано, вот, и на Крэкине, на Аисте стоит. Все это оборудование стоит. Вот, то есть, очень популярное оно стало где-то в 90-х, с 90-х годов. Переключение скоростей, машинки, все эти самые. Вот, поэтому не надо бояться белорусского производителя. Очень хорошие, качественные велосипеды. Приходите. То есть рамы тоже надежные? Рамы надежные. Алюминиевые рамы, стальные рамы подразделяются в велосипедах. Вот, поэтому колесо, размер колеса разный. А вот еще мы столкнулись тоже во время наших поездок с тем, что оказывается мы вроде бы всю жизнь на велосипеде, ну, кто-то больше, кто-то меньше, кто-то с первыми. Спасибо, бодрство. Спасибо, бодрство. Да не все умеем правильно им пользоваться. И переключать правильно надо передачи, иначе что-то может в какой-то момент сломаться. Что-то там будет изнашиваться. Тормозить опять же. Надо правильно, чтобы не сломаться передним. Вот. Вы как-то вообще, ну, рассказываете, просветите людей, потому что, ну, многие действительно пересаживались, ну, в кавычках, с раскладушек на уже современные... Ну, это мой случай. На современные велосипеды. Ну, и я так, ну, понимал немножко принцип, но если бы мне специалист, именно специалист тогда не объяснил, как правильно вообще им пользоваться, ну, было бы крайне неловко снимать нашу передачу тогда. Обязательно проводим инструктаж при продаже велосипеда. Покупателю объясняем, показываем, как это все делается, как правильно, как неправильно прилагается инструкция к велосипеду, паспорт, где также расписано, как правильно переключать передачу. И в детском велосипеде тоже ведь есть, вот, по крайней мере, этот, я так понимаю, он устроен довольно-таки серьезно, да, по принципу взрослого или нет. В Ване, там даже часы есть. Ну, с часами-то я бы разобрался. Если там несколько передач, я просто не вижу отсюда. Нет, в детских в основном одна передача, да. Ну, хорошо, а вот я наблюдаю, смотрю на большой велосипед, понимаю, что, например, знаете... Тебе он не подойдет. Не-не-не, это мы сейчас не обсуждаем. Семья, например, с маленьким ребенком, и я знаю, там есть такие кресла специальные. Потом я вот вижу, вот, корзинка специальная. Кто-то может захочет себе зеркала установить, потому что вообще по правилам движения, если перемещаться именно по дорогам общественного пользования, должны быть установлены там эти зеркалы. Ну, заводские, как правило, нету, да. Но просто они на заводе не комплектуются. То есть возникает необходимость в комплектации дополнительными какими-то элементами, аксессуарами. Это, опять же, есть у вас или нужно еще где-то будет искать, выбирать? Очень много аксессуаров, которые можно поставить на велосипед дополнительно. Они также продаются в нашем магазине. Можно приходить, выбирать, заказывать, если чего-то нет. То заказывать, и в кратчайшие строки мы доставим. И что самое такое, наверное, распространенное, что у вас всегда есть в наличии, что всегда спрашивают? Расходные материалы, камеры, покрышки. Вот это, скажем так, самые расходные материалы. Ольга, вас очень часто можно наблюдать в магазине. То есть это не тот директор, который где-то сидит, да, там работают продавцы. Как вот вы скажете, очень много девушек приходит выбирать покупать себе велосипед? Последнее время наблюдаю такую тенденцию, что с каждым годом девушек все больше и больше. Ну, во-первых, велосипед – это здоровый образ жизни. Тем более сейчас, с наступлением весны, это очень актуально. И вообще велосипед – это здорово. Сама катаюсь и всем рекомендую. Вот у нас даже есть фотографии, как катать с семьей, и Ольга катается. Расскажите вот о пользе. Ну, мы уже поняли, да, польза в том, что побаливает потом, да, приятно мышцы. Я, например, как в тренажерку не хожу. Это можно… ну, кому-то можно заменить тренажерный зал, когда они на велосипеде… А кому-то лучше совместить? Ну, я считаю, весной можно и заменить велопробежками тренажерный зал. Почему бы и нет? То есть это свежий воздух, это движение, это хорошее настроение, поддержание себя в хорошей физической форме, в тонусе. Расскажите еще о том… Вы мне рассказывали, когда я к вам в магазин приходил, как ваши подруги, по-моему, говорили о том, что, Ваня, цвет кожи меняется. Представляешь? В лучших, в лучших… Ну, не в смысле ты пыльный потом, да, это уже издержки какие-то. Мало того, что велопробежки, они наполняют энергией, дают ощущение счастья, плюс к этому добавляется здоровый цвет лица. Я говорю это на полном серьезе. После велопробежки… Розовенький такой. Мне подруга звонит и говорит, Оля, вот представляешь, хочешь верь, хочешь не верь. Она работает в торговле и говорит, покупатель, вы сегодня просто светитесь. Что с вами случилось? А мы с ней просто вот с 8 до 10 совершили велопробежку. С 8 до 10… Два часа или с 8 до 10? Два часа. Два, все. Потому что я вот такие… Я бы был неспособен. А вы увлеклись велоспортом, ну, не велоспортом, ну, или это можно… Покатушками, наверное, просто. Да, велопробежками. Велопробежками. Вот уже после того, как у вас появился магазин или до этого? То есть я хочу понять, с чего началось ваше увлечение? Наверное, после. Наверное, после? А сначала магазин. Да. Как-то, ну, вот к этому я пришла. А хорошо, смотрите, у вас магазин появился, и потом появилось желание приобрести велосипед. Вот, естественно, сапожник с сапогами, как же без этого? Ну да, как случился момент, вот этот, да, и как вы выбирали себе модель? Или Андрей помогал? Ну, у меня вообще модель нашего Минска мотовелозавода, Аист. Аист, вот, горный велосипед, прекрасный. Уже больше 12 лет я на нем катаюсь, слушаю. Не меняли? Не менял, и не буду меняться. Прекрасный. Ну, а для девушек, для меня, в первую очередь, нужно, чтобы велосипед был не тяжелый. То есть, это должна быть облегченная алюминиевая рама, наверное? Да, это намного приятнее, когда велосипед облегченный. Ну, до такого мы катаемся. И девушкам тоже рекомендую покупать велосипеды, у нас, либо не у нас, но облегченные. Ну, уж у вас, чего уж. Ну, подберем, да. То есть, ну, для женщин алюминиевая рама, для мужчины, в принципе, уже, наверное, не важно какая. Стояная, да. Вот, теперь, на жорке, да, поднять мерканит на пятый этаж. Ну, у меня, правда, легкий велосипед, да. Ну, конечно, алюминиевое предпочтение, потому что вес меньше велосипеда. Ну, скажем так, по качеству, по надежности, в принципе, не надо бояться ни алюминиевый, ни стальной велосипед. То есть, как бы, велосипеды все надежные. Ну, когда я к вам захожу, у меня там французский бренд, да, и вот просто зацепился за то, что Андрей сказал, у него велосипед 12 лет уже, и менять он его не собирается. Я абсолютно доволен своим велосипедом, но когда я вижу новые... Новинки. И я понимаю, что там, ну, уже другие рамы, да, оно же ведь тоже велопроизводство не стоит на месте. И постоянно какие-то, ну, что, ну, как и автомобилестроение, любая техника. Вот вы говорите, что не будете менять. А вообще, вот стоит менять? Ну, как машина, поездил какое-то время? Велосипед дважды еще и никто не забрел. Там, кроме колес и педалей, ничего больше нет. Главное, чтобы надежны были качественные запчасти, детали стояли. Не более того. Ну, конечно, вот, скажем так, прогресс на месте не стоит. Всякие машинки, переключения там, новые меняются. Ну, конечно, надо идти ногу со временем. А вот про ногу со временем. Вообще, мода есть какая-то на велосипедах? Вот сейчас выходит, например, мобильный телефон, без которого мы уже жизнь свою не представляем. Нужно срочно идти менять. Ну, потому что свеженький, новенький, хочется. С велосипедами вообще есть такое? Есть, может, у вас клиенты, которые именно приходят, все, новый сезон, новый выпуск, там, любимого бренда? Мы к вам за новинкой. Мода, конечно, есть. Мода в велосипедах, это, скажем так, как и женская мода. Вот, и в велосипедах есть мода. Каждый год новой модели. Каждый, да, каждый год новой модели. Производители представляют линейку новых велосипедов. Да, расцветка, что должна соответствовать каждому году, как и женской коллекции. Слушайте, в этом году какие цвета у женщин? В тренде. В тренде у женщин. Ну, как цвет года фиолетовый немножко есть такие велосипеды. Такие тоже есть у вас? Да. А вот мы сейчас еще на видео видим у вас, смотрите, сколько... Ну, это на велосипеды не похоже, это самокаты. То есть, я так понимаю, на самом деле выбор гораздо шире, да? То есть, тот, кто не хочет крутить педали, вот, пожалуйста. Это детские самокаты, на самом деле. Ну, тем не менее, дети тоже не любят крутить. То есть, для деток, да, апрель, март месяц на дворе. Сопутствующий товар у нас есть, детские самокаты. То есть, родители завели, кали и прихватили. Да, самокаты там, по-моему, есть и наколенники, да, и шлемы. Защита для деток, кто учится, не помешает для первого выезда на самокате. Слушайте, и для взрослых не помешает. Мы уже сталкивались с некоторыми ситуациями. Потому что один из наших попутчиков, который был, рассказывал то, как он во время велогонки, ну, все-таки гонка, но тем не менее, въехал в дерево, вот, и только шлем его защитил, поэтому... Ну, шлем раскололся просто пополам. А если бы не было шлема, то дальше не будем. Велосипед – это вообще транспортное средство. Поэтому надо быть предельно, конечно, осторожным, вот, смотреть, кататься, чтобы у вас глаза были и впереди, и сзади, чтобы вы видели всю обстановку, что у вас... И наушники, наверное, тоже. Да, да, хочу заострить внимание, кто в городе катается, вот, молодежь с наушниками, многое не слышат, не видят. Наушники одели и едут, поэтому здесь надо как-то относиться более аккуратно и осторожно. Ну, вот, я знаю точно, куда я повезу свой велосипед на техосмотр, да, это торговый центр «Беларусь», павильон номер 59 на цокольном этаже, там всегда хорошо встретят. Вот, даже инструктаж по технике безопасности еще можно получить, помимо того, что инструкцию, как пользоваться велосипедом, плюс вы можете там индивидуально подобрать для себя любимого, ну, или кому-то в подарок, ребенку, девушке, женщине, подростку, взрослому, причем на любой вкус, и главное, что это бюджетный, да, бюджетный вариант, плюс есть, что? Рассрочка. И это здорово. Спасибо огромное. Вам успехов, процветания... Цвета лица, который бывает как раз после... Да, здорового цвета листа. Цвета лица. Главное, помним, что еще ко всем плюсам, велосипед это самый экологичный вид транспорта. Экологичный и экономичный. Самый. С учетом дорожания наших носителей. Ну да, каждый вторник ты не думаешь о том, что проезд на велосипеде дорожает на 2 кг. Конечно, да. Спасибо, Ольга, спасибо, Андрей. Вам успехов. Ну, а мы предлагаем вам посмотреть афишу мероприятия, которые будут завтра. В Витебском областном краеведческом музее новая экспозиция. Ратуша. Центр Витебска. Она посвящена годовщине дарования городу Магдебургского права. Выставка рассказывает об истории Витебска и его главной достопримечательности – ратуши при помощи современных визуальных и мультимедийных средств. Отчетное место в обновленном выставочном зале отведено книге привилеев – уникальному документу, в котором были собраны и прописаны все привилеи, дарованные Витебску с получением магдебургского права. В арт-центре Марка Шагала художественный проект «И был день, и была ночь». Четверо белорусских художников представили свою графику. Работы, выполненные в этой технике, наилучшим образом отображают тему выставки, как противоположность белого и черного, света и тьмы. В художественном музее Витебска выставка «Наследие мастера» – юбилейный проект к столетию известного витебского мастера гравюры и шрифтов Григория Кликушина. Свои художественные работы, образцы шрифтов, книги, рукописи, документы Григорий Кликушин безвозмездно передал в музеи, архивы, библиотеки города. Только в фондах областного краеведческого хранится почти 2500 документов. Мы продолжаем наш разговор о велосипедах. Сегодня весь вечер посвящен именно этому прекрасному виду транспорта. У нас в студии гости. Это Вадим Ржанович, директор государственного учреждения Витебский областной учебно-методический центр физического воспитания населения. И Виталий Жук, директор районного физкультурно-спортивного клуба «Древятич». Я думаю, что сразу догадались. «Древятич» – это Браслов, конечно же. Но про велосипеды поговорили, а сейчас, наверное, самое время поговорить о веломаршрутах. Тема всегда актуальная. Горожане уже и велосипедисты стараются как можно дальше и больше выезжать за пределы города, то есть не использовать велосипед, а только как средство добраться на работу с работы. И поэтому веломаршруты тоже очень востребованы и хотят «давайте новые, давайте новые». На сегодняшний день у нас для развития в целом велосипедной инфраструктуры утверждена и достаточно успешно реализуется концепция развития велодвижения в нашей Витебской области, которая запланирована с 2021 по 2025 года. В рамках этой концепции, конечно, предусмотрено создание новых велосипедных маршрутов, создание новых велосипедных дорожек, ну и в том числе всей необходимой инфраструктуры. Это понижение бордюрного камня, установка велопарковок и так далее. На сегодняшний момент у нас в Витебской области создано 37 велодорожек, которые, как я уже говорил ранее, предусматривают под собой в первую очередь, конечно, это нанесение дорожной разметки, необходимой, которая соответствует требованиям, вот, и установка, точнее, не установка, а понижение вот этих вот всех бордюрных камней. Это очень важно, потому что это боль. Это боль всех во всех смыслах. Во всех смыслах. Да, 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 и не всегда, конечно, это, ну, предоставляется возможным в соответствии с этими нормами, требованиями и так далее. Вот. То есть на сегодняшний день работа основывается на данной концепции. Вот. Для, в принципе, всех, наверное, велолюбителей, тех, кто, как вот вы говорите, не готов приобрести пока велосипед. Ну, я пока, да, в раздумьях таких. То есть есть в нашей области пункты проката спортивного инвентаря и оборудования. То есть если я очень захочу, соскучусь по велосипеду, пункт проката. Да, однозначно, конечно, милости просим. Вот. У нас по области 44 пункта проката спортивного инвентаря и оборудования. Слушайте, а как их найти? Где искать адреса? Ну, будем говорить так. В большинстве своем адреса, конечно, расположены, размещаются на интернет-сайтах наших спортивных организаций. То есть для кураторства всей вот этой вот схемы в каждом районе, в каждом городе есть отдел, либо сектор спорта и туризма. Также эту работу курируют и физкультурно-спортивные клубы, физкультурно-оздоровительные центры, которые также созданы в каждом районе, либо городе. Кроме того, есть туристко-информационные центры, которые работают непосредственно под отделами, либо секторами. Поэтому, грубо говоря, информацию, интересующую в том числе о веломаршрутах, о велодорожках, о местах расположения пультов проката, спортивного инвентаря и оборудования, тех же самых ценных можно получить непосредственно в этих организациях. Все понятно. То есть сначала перед поездкой мы выбираем район, куда мы едем, там ищем организацию, которая имеет отношение к спорту и курируется вами. И там уже получаем любую информацию, либо на сайте, либо звоним, уточняем. Да. Ну, естественно, сразу, допустим, перед выбором того же самого маршрута подумать, какие требования вы бы хотели получить от этого маршрута. Будут ли это, например, просто какие-нибудь катания, условно говоря, за пределами города, это просто лес, природа, либо же это будет, допустим, изучение каких-то местных достопримечательностей, исторических памятников, там, архитектуры. Ну, или какая-то серьезная такая экологическая тропа, которая не предполагает такую легкую веселительную прогулку, а еще потребует физических, скажем так, серьезных нагрузок. Ну, и, конечно, да, это вот тоже хотел бы обратить внимание неподготовленному человеку. Нужно как-то соизмерять свои силы, свои возможности с тем, что, допустим, могут предложить на определенных маршрутах. Ну, вот это сложно, мне кажется, оценить свои силы, на речку особо. Потому что, ну, кажется, ну, что там, крутишь и крутишь, а потом, наверное, где-то на середине пути можно... Уже где-то посреди первого километра. А, что же случилось, и что теперь делать? Ну, всегда можно, будем говорить так, остановиться, посмотреть налево, посмотреть направо. Слушайте, а вот в этих маршрутах человек получает этот маршрут, ну, каким-то образом, мы уже выяснили, как его можно узнать, и он сам его приезжает, или может быть, какой-то проводник, какой-то помощник, который, во-первых, поможет не заблудиться, если эта экотропа где-то проходит по болоту, например, или по лесу какому-то. То есть, ну, вот такой звонок друг на... Виталий! Виталий Александрович, вы где? А вы где, я не знаю. Ну, понятно, есть же такие веломаршруты, которые промаркированы на протяжении всей своей трассы. Там, ну, заблудиться, конечно, везде заблудиться возможно, но... Алиментарно. Вот, но очень проблематично. Вот. Если маршруты, грубо говоря, там, не промаркированы, или идут по каким-то там сложным, ну, для прохождения, там, вот, дистанциям и так далее, то, конечно, он означает сопровождающий, вот, который на протяжении всего маршрута будет, я думаю, что помимо того, что если этот маршрут будет проходить по каким-то там историческим достопримечательностям, там, еще и правильно еще рассказывать про то, где мы сейчас там находимся, проезжаем. То есть, ну, информация тоже может присутствовать. Да, конечно. Вадим Феликсович, смотрите, кто занимается разработкой веломаршрутов? То есть, это ваши специалисты или местные краеведы тоже, как правило, они еще сотрудничают со школами с детьми и тоже создают веломаршруты, они как-то делятся с вами или это вот, оп, мое? Не, мы будем говорить так, что для создания, на самом деле, интересного веломаршрута одних спортсменов крайне много. То есть, понятно, проехать дистанцию и так далее, оценить вот возможности тех же самых новичков, либо профессионалов, которые уже непосредственно катаются на этих велосипедах, это дело одно. А чтобы заинтересовать человека не только физически, мы будем говорить там культурно, духовно, конечно, нужны люди, которые знают историю, знают историю своего края. Ну вот, Виталий, наверное, расскажет нам сейчас про Брасловский район. Ваня, мы просто как-то ездили, да, вот компанией... Без велосипедов. Без велосипедов, на машинах буквально пару дней. Это невозможно за это время увидеть весь район, туда нужно ехать надолго. Вот, но есть же и искушенные туристы, которые приезжают там с палатками, да, Брасловский район, это там ежегодные традиции. Вы предлагаете какие-то новые веломаршруты, ну, учитывая, как нам, да, Вадим Феликсович сказал о том, что есть пункты проката, то есть не обязательно тянуть с собой велик, покупать какие-то там крепления на машину, чтобы с собой пересмотреть, просто на месте заодно взять. Да, конечно, есть у нас пункт проката, который при ФСК находится, есть веломаршруты, порядка 8-10 веломаршрутов, мы стараемся ежегодно как-то обновлять, вот, совместно с национальным парком нашим Брасловский озер, у них тоже порядка 10 веломаршрутов. И у нас есть 25 велосипедов, то есть новых, они горные, есть дорожные, есть электровелосипед, детские, подростковые, женские. Вот, вы смотрите, как Иван, это я после электро, не детского, после электро, я сказал. После электро, да, оживился. Да, это только в этом году, у нас еще мы сами не обкатывали, только приобрели. Если что, я готов обкатать, есть опыт. В веломаршруты тоже, у нас есть наш инструктор по туризму, который может сочтить сопровождение, может, если мы едем какие-то исторические места, проезжаем, конечно, как разговаривали, что это все может показать, рассказать. Ну, как правило, у нас все маршруты, они вокруг озер, у нас так называются. Маршрут вокруг озер, вокруг бережья, по названиям, самый продолжительный маршрут, это около 80 километров. Ну, там, смотрите, вот приезжают люди и говорят, это к тому, ну, что нужно оценивать свои собственные силы и возможности. Я, например, приехал, воодушевился информацией, что там, говорю, эй, эй, а я хочу вот этот. Кто будет тем человеком, который сможет меня остановить на пути этой пытки, которая может стать для меня? То есть, ну, я реально понимаю, что 80 километров на сегодняшний день, да, без соответствующей подготовки я не осилю. То есть, вы можете сразу сказать, так, стоп, ребята, ваш маршрут не этот? Ну, обычно сразу турист, который приходит, он понимает, сколько он там минимально, 5 километров, например, он проедет, либо, соответственно, ну, видно, что он, если не понимает, что, какие его силы могут и в чем вообще, из чего велосипед состоит, то мы, конечно же, сразу говорим, что вот ваш, либо по городу там какой-то достопримечательности посмотреть, либо вокруг одного озера проехать 10 километров и все. Для таких уже прямо искушенных есть у нас трассу, мы тоже сделали, Дубки называется, совместно с нашим исполнительным комитетом, совместно сациональным парком сделали, поставили знаки, стенд информационный. Там трасса, на которой уже проходит кросс-кантри, то есть, такие олимпийские кросс-кантри, именно вот, велосипедные. Ой, мы же не пробовали еще. Мы не осилили. Там, да, вот там уже сложно. Видишь, тебе говорят даже. Ну кусочек же можно попробовать. Тебя предупреждает человек. Ну кусочек можно попробовать один. А Виталий, вы сами проезжали эти маршруты? Нет, не все. Не все. А какой проезжали или какой, может быть, любимый у вас есть? Наверное, это самое среднее, что-то вот 10, 15, 20 километров. Это максимально. Ну послушайте, который маршрут, например, на 80 километров. Можно же в прокате взять там не на день, а, например, на три. На месяц, да, ты хочешь? На 80 километров. Вспомню наши скорости. Нормальные скорости. Ну я-то ехал быстро, а вы меня с трудом. Да, конечно. То есть, ну, можно взять на несколько суток и закинуть за плечи палаточку. Да, да, да. Увеличить, так сказать, нож. Ну, нагрузку, да. Но распределить просто маршрут на несколько дней и проехать вот здесь. Да, все у нас сразу же можно в прокате приобрести. Палатки, спальные мешки, коврики, рюкзак. То есть, вы можете полностью экипировать вместе с велосипедом. Слушайте, а возвращать нужно потом опять в этот же пункт, в эту же точку, потому что вот на 80 километров замостроены за кольцовую. За кольцовую. Нет, просто можно до конца кольца и не добраться. Но устать где-то раньше. А, Виталий, вот вы говорили 5 километров. Это что за маршрут? Вокруг одного из наших самых таких небольших озер, округ бережья. Тоже все это вдоль озера проезжать по кругу именно. И там, ну, там есть какие-то достопримечательности? Ну, если, например, именно этот маршрут, то, наверное, одно какое-то вот именно военное там будут памятники. Вот, встретиться. Конечно, где уже 60 километров, там уже побольше будет. Более всего посмотреть. Ну, а так есть, например, маршрут от Браслова до горы Маяк? Да, конечно, есть. Ваня, это я к чему? Он относительно даже и не сложный, в принципе, и не долгий. Вполне он его достаточно с нашим инструктором, то есть вот с сопровождением он идет 4 часа, по-моему. Вот, мы уже ваши клиенты потенциальные. То есть, ну, у нас есть новый проект «До дома у него дома». И Брасловщина у нас стоит, мы ждем, когда будет все благоухать, и можно будет тоже искупнуться. Ну, чего уж, да, сейчас ехать немножко рановато. То есть мы можем к вам обратиться за помощью, собственно, построения маршрута. Конечно, все шлема даже, есть детские велокресла в прокате, если вдруг уже с детьми кто-то приезжает. Все это мы предоставляем. Все это есть. Отклонившись чуть-чуть от вела, опять со своим, и водные тоже, ваш физкультурно-спортивный? В водные тоже, у нас есть несколько водных маршрутов. Ой, хорошо, как-то. Можно на каяках, можно на байдарках. В прошлом году у нас появились яхты, мы начали, сделали первый уже поход на яхтах. То есть на два дня мы взяли 4 яхты с нашими яхтинными рулевыми, с капитанами. Извините за вопрос, а куда вы на яхтах ходили? Вот, через все озера, ну, все озера мы не прошли, конечно, наши. Они соединяются всегда, соединены, то есть по озеру этим можно сплавиться. Это вот наша новая услуга, которую мы опробовали в прошлом году сами, и в этом году уже хотим полноценно запустить вот для туристов. Ну, телефончик мы потом возьмем. Пишем яхты. Слушайте, а что еще у вас тогда в клубе есть интересно? Вот веломаршруты? Сабборды вышли. Сабборды, да. Также хотим развивать сабборды. Мы сначала, изначально закуплены были пластиковые сабборды, сейчас надувные еще, потому что... Ногами стоишь и... Да, да, да. Можно стоить, можно съесть веслом. Да, да, да. Как захотите. То есть весло одно, и начал пользоваться большей популярностью на сутки брать. И вот закуплены в этом году уже надувные сабборды, чтобы было, ну, как бы их... Мягче падать, да? Мягче падать. Ну, и с собой можно удобнее взять машину, куда-то сложить вместе с насосом, все, он по размеру ничем, то есть, не уступает. Ну, какое-то занятие с инструктором, оно должно быть, потому что, ну, я видел в скандинавских странах сейчас это просто... Это везде. Да, ну, популярно просто мега как. Но я понимаю, что возникнут сложности, я уверен в этом. Оно внешне кажется достаточно просто, но понимаю, что, наверное, как только встанешь на эту доску, тут же последует купание. Ну, не замедлите. Вспомни, как мы на лыжи. Вот. Я не хотел вспоминать, ты сам. Ну, они устойчивы, они довольно-таки устойчивы. Перед каждым, в принципе, будто велосипед, сабборт, мне всегда наш инструктор показывает, рассказывает. Первоначально это минут просто 10. Как весло держать, как стоять, кто-то сидя ходит саборде. Тут каждый по-разному. Ну, на коленях некоторые как-то модели. Можно, да, в планах в этом году сделать уже соревнования на саббордах. Если все пройдет. Ну, вот для любителей именно. Все, кто приезжает, то есть в июле, как уже потеплеет. И я все желаю. И это будет в Браславе? Да. Или где-то на каком-то году? Это Браславе, это именно на нашем центральном пляже, городском Древятах. Мы обязаны, чтобы прокатываться. Записывать под яхтами. Так, сабборды, велосипеды, каяки. Вот, я хотел еще уточнить отличие каяка от байдарки. Ну, байдарка, она более такая спортивная. Каяки мы закупили трехместные семейные, двухместные. Впервые мы еще, в принципе, у нас не видели. Это педальные такие вот байдарки одноместные. Как, если у нас катамараны, есть еще четырех весна, есть длину. И снова байдарки оживился. Тоже упрощенную. Просто садитесь, можно весло не брать и педали. А, и там руль. Да, да, все, есть руль. Но яхты меня тоже очень заинтересовали. Потому что там мотор, и не надо вообще ничего делать. А, нет, а там она по парусу. Парусная. Есть мотор, но он, как бы, обычным им не пользуется. Наши капитаны просто все по парусу. Ну, вся экипировка защитная, то есть жилеты, все это есть. Задается, да. То есть есть у нас четыре поменьше яхты класса. А вот там три-четыре человека рассчитаны. Есть большая. Она восьмиместная, с каютой, то есть уже с плитой, спальные места. Она уже большая, можно прямо надолго на нее уйти. Вадим Феликсович, а вот весь наш такой водный туризм, он сконцентрирован на Брасловщине, получается? Или где-то, может быть, еще есть? Чтобы сейчас не обделили кого-нибудь. Нет, ну, конечно, Брасловские озера известны везде. Поэтому, конечно же, и туризм там, ну, я думаю, на слуху у каждого. Кроме, ну, могу сказать, что Верхнедвинский район. Также очень плотно наши вот именно специалисты, которые работают. Да и Меорский, наверное, тоже. Меорский район, да. То есть будем говорить так, что где хорошие озера, там, соответственно, есть люди, которые живут, которые, ну, любят вот это вот дело и, соответственно, продвигают именно вот, допустим, вот, как мы говорим про водный туризм. Ну, мы довольствуемся здесь велосипедами, ну, я говорю уже о Витебске, да, потому что туда все-таки надо ехать-поехать. А вот насколько сегодня, как вам кажется, инфраструктура в нашей стране, да и Витебске готова к тому, чтобы появлялось больше и больше велосипедистов? Велодорожки есть, но я постоянно слышу про конфликты с велосипедистами, пешеходами, как водитель я теперь еще и как водителю это могу сказать. Вот какая-то образовательная работа, может быть, нужна или как происходит? Проблема, конечно, есть и она такая, скажем так, и взаимная и пешеходов, и велолюбителей, и автомобилистов. Вот, конечно, сейчас вот с малого возраста, с общеобразовательных школ для детей проводятся, допустим, такие вот внеклассные часы, на которых детей знакомят в принципе в общем с правилами дорожного движения, с правилами пользования велосипедами или теми же самыми самокатами, да, еще что-то. Вот, здесь возникает вот проблема очень часто на велодорожках, там, где есть разметка, на которой указаны, где должны двигаться велосипедисты, где должны двигаться пешеходы. Да, и бороться как с этой проблемой я даже пока, если честно, затрудняюсь. Ну, я, например, вот в Минске сталкивался с таким, что велосипедисты, потому что в Минске, ну, раньше появились велодорожки, чем в Витебске, и я был этому свидетелем, велосипедисты делали такой образовательный момент. То есть они подъезжали к человеку, вежливо говорили, извините, вы идете по велодорожке и ехали дальше, то есть без упрека, без грубости какой-то. И я сам видел, как меня точно так же однажды смстили, я, честно говоря, по незнанию просто так шел. И, в принципе, я видел, как люди переходили на другую сторону, они просто не придавали значения даже тому, вот где они идут. Ну, да, просто, наверное, автоматически идешь и идешь, не обращаешь внимания. Я уже давно стал на это обращать внимания, то есть, ну, если есть разметка, я сразу же становлюсь на пешеходную часть и пользуюсь только ей. Ну, потому что понимаю еще, как велосипедист, как это иногда затрудняет движение, потому что есть вот велодорожка, где в районе роддома, вот, да, ну, на югах. И там, естественно, очень много мамочек, которые гуляют с колясками, и они, видимо, тоже себя причисляют к велосипедистам почему-то. Ну, колеса есть. Да, колеса есть, и они идут вот прям строго по велодорожке. Естественно, достаточно мало мам, которые гуляют одни, они гуляют с подругами. И выстраиваются так в ряд, в ходе колясок. Да, а когда велосезон, очень много велосипедистов, то где-то разминуться, приходится просто ехать по траве, не говоря о том, что там по пешеходной части ты даже на велосипедисты попасть иногда не можешь. Вот тут, конечно, есть вопросы. Нет, ну, если в школе сейчас, может быть, есть надежда, что в ближайшем будущем подрастет поколение, которое это будет понимать. Детей с этим знакомят, то есть, ну... А где планируется у нас еще велодорожки? Ну, вот вы говорите, что сейчас планируется еще, да? Ну, на сегодняшний момент работа ведется. Запланировано, вот что касается, допустим, будем говорить, города Витебска, да, именно на территории города, недалеко за его пределами, составлена, во-первых, карта в отделе спорта и туризма Витебского горосполкома, есть карта велосипедных дорожек, которые есть на сегодняшний день в городе Витебске, а также карта планируемых велосипедных дорожек, которые, ну, в ближайшем будущем, не буду говорить, когда... Чтобы не сглазить. Да, не будем. Вот, запланируют оборудовать. То есть этот проект есть не только в отделе, а у всех заинтересованных, которые отвечают за создание вот этой вот всей необходимой инфраструктуры. Понятно, в первую очередь, это касается, конечно, наших новых районов. Это Билево, вот новые строящиеся районы. Ну, медцентр, наверное, там. На сегодняшний день, то есть, в принципе... Ну, Билево там и так уже частично есть, и там, причем, велосипедная часть шире. Она мне очень нравится. Как велосипедиста, да? Да, да. Вот. Ну, и, конечно же, при планировании новых микрорайонов, в принципе, вот строительства, допустим, новых жилых домов, еще что-то, уже строительными нормами запланировано вот оборудование тех же самых велопарковок, разметки, ну, и так далее. То есть, вот, что касается новых районов, в старых, понятно, это немножко проблематично, учитывая, допустим, ширину, там, проезжей части, пешеходной части, ну, и так далее. Ну, на некоторых участках, наверное, просто нужно произвести небольшой ремонт, потому что я помню еще с детства, когда вот участок Чкалова от Московского, там была велодорожка, но она за ненадобностью в какое-то время просто пришла еще с ней годность, но она есть. Она реально есть, я даже немножко и пользовался. Еще хочу обратиться, пока у нас есть пару минут, к Виталию. Виталий, что еще в Браслове будет такого происходить? Я знаю, что там будут какие-то велосоревнования, тоже, да, на которые можно, помимо того, что Браслов достаточно фестивальный город, можно приехать еще и посмотреть какие-то соревнования интересные. Да, ну, в прошлом году мы провели первый нашу бега-веломарафон «Тропа викингов». Это как собирались и бегаться, и также на велосипедах. Ну, для первого раза со всей республики собралось более 50 человек. Это тоже проходит на нашем полуостре, то есть виды там шикарные, все приезжают, даже не столько пробежать, там какое-то расстояние, либо проехать велосипеды. Когда он проходит? В начале мая, если все хорошо будет. Проводим также в рамках вот нашего фестиваля «Вио Браслов», который ежегодным стал. Там вот эта олимпийская дисциплина, называется «Олимпийская кросс-кантри» на нашей трассе, уже в Дубках, там уже более такая профессиональная. Велопробеги также у нас периодически, пару раз в году, ну, приуроченные каким-то мероприятиям памятным, это проводим для всех, всегда открыто. Ну, как-то возникло, знаешь, Вань, после вот этих всех маршрутов, после того, что там появляются сапборды, яхты, каяки, байдарки, еще какая-то тропа викингов, плюс фестивали. Возникло желание, чтобы он по май скорее пришел. По-моему, нужно с мая переезжать в Брасловский район, как минимум, но мы обязательно к вам приедем. Мы забыли еще сказать, да, что у нас же есть единственной в Беларуси две двухместные лодки-драконы, драгонботы наши, которые мы проводили тоже уже первые соревнования в прошлом году. То есть в одну лодку 22 человека ловит, один барабанщик, один рулевой, и вот, не знаю, какую-то наш фирму. Барабанщик, ну, поддерживая дух, он дозадает тон, ритмы, остальные все грибут, да, и один снизу на руле. То есть очень атмосферно смотрится, когда по озеру два дракона в барабан, то есть туристам это очень интересно, они подтягиваются, и мы сделали вот даже первую группу уже летом, кто занимается вот на тренировке проводить. Виталий, у меня есть ощущение, что мы будем очень часто вам надоедать еще. Спасибо огромное. Вселили вот так прям задор и задел на весь сезон, на весенний, летний. Ну что, успехов в вашей деятельности и здоровья, конечно, и чтобы побольше об этом узнали, я думаю, что мы немножко сегодня в этом помогли. Спасибо. Ну и в завершении нашей программы традиционно будет музыкальный номер. Сегодня это Виктория Бойшниц, вам желание скучного вечера, и увидимся в вечернем в Митинске. Пока! Виктория Бойшниц Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok